ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это такой маленький совет по секрету. Ну и рассказываем о хороших новостях. Сегодня мы расскажем вам о том, как использовать метеорит не по назначению. Расскажем о том, зачем одевать столичные скульптуры в шапки и шарфы. И еще о курьезе Трампа, о том, что вытворил художник современности Бэнкси и о чем еще. В общем, о людях, у которых нет совести. Об этом и о многом другом далее с подробностями. Ну а пока коротко о сегодняшней дате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9 октября – Всемирный день почты. Памятная дата ООН установлена в 1969 году. Дата эта выбрана не случайно. В этот день, в 1874 году, был основан Всемирный почтовый союз. В настоящее время членами этой международной организации является 190 стран мира. Международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Так что, если вдруг вам сегодня не привезли почту, это не потому, что они плохо работают, а потому, что они сегодня празднуют. Я думаю, сегодня можно сделать скидку на это. 9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на вершину горы Арарат. Это самая высокая западная вершина Библейской горы – 5156 метров. В те времена гора принадлежала России. Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот, русский физик немецкого происхождения, который с 1800 года работал в России. Помимо его ассистентов и проводников, в отряд также входил и 24-летний этнограф Хачатур Абавян, будущий основоположник армянской литературы. 9 октября 1940 года родился известный музыкант Джон Леннон. Один из основателей и участник группы The Beatles – знаменитый певец, поэт и композитор. Популярный музыкант 20 века Джон Леннон и сегодня обладает огромным штатом поклонников и входит в список величайших гитаристов всего мира. В 1963 году о Битлз говорила вся Европа, в 1964-м уже их песни пел весь мир. Леннон стал лидером команды. Наряду с музыкальной деятельностью в 1964-65 годах Леннон пишет стихи и дает книги. В 1964-м по 1966-й Битлы возглавляли все хит-парады. Все существующие находились в зените славы. Ну и, конечно же, именинники сегодняшнего дня – это Тихон, Николай, Иван, Дмитрий. Поздравляю! Владимир, Александр и Афанасий. Волонтеры общественного движения помощи уличным животным «Сити Кэтс» решили добавить в календарь еще один месяц, который назвали «Котябрь». Но, вернее, таким образом они переназвали «Октябрь». Вернее говоря, новое название «Октября». Теперь вот в течение всего этого месяца по выходным они решили сделать дни открытых дверей в музее «Коши». Делается это все для того, чтобы любой желающий мог приютить уличную кошку. Все животные социализированные, побывали у ветеринара и теперь готовы попасть в руки новых добрых хозяев. Эту кошку по имени Мишель заметил на улице один из волонтеров «Сити Кэтс». Вместе со своими друзьями-пушистиками кошка мирно обедала. Но из всей компании только она не отозвалась на человеческий голос. Волонтеру сразу стало ясно – кошка глухая. Бездомное животное отнесли к ветеринару, который подтвердил диагноз. У врача Мишель получила все необходимые перевивки и была простерилизована. На улицу мы не можем его вернуть, он неминуемо там погибнет, потому что он не сможет уйти от опасности, он не слышит машин, он не слышит собак, людей. Короче говоря, ему комфортно только в домашних условиях. Он очень социальный, абсолютно такой ностресс. Сегодня Мишель, как и другие котята, живет у временных хозяев. Или, как говорят активисты, находится на передержке. Все кошки музея – бывшие бездомные животные или те, от которых хозяева решили избавиться. Кого-то из котят нашли в заклеенной коробке, кого-то – в завязанном пакете. Как только пушистики попали в добрые руки, их сразу же привели в чувства. Даже есть фотографии до и после. Некоторых животных просто не узнать, они попросту обрели новую жизнь. Каждая из них побывала на приеме у врача. И сегодня кошечки абсолютно здоровы. Кто-то приходит, не хочет по фотографии выбирать себе котенка, а хочет познакомиться лично, то есть узнать характер. Бывает так, что приходят за одним котенком и уходят в итоге с абсолютно другим. Также многие люди просто не знают, с чего начать помогать уличным кошкам. То есть они хотят, но не понимают. Они приходят, общаются с волонтерами и так примыкают к движению. Волонтер Майя Волконеску собственный дом превратила в мини-приют. Помогать бездомным животным начала 10 лет назад. Жила она тогда в столице, в небольшой квартире. Но когда кошек стало много, Майя приняла кардинальное решение. Продала свои квадратные метры и купила за городом частный дом, чтобы животным было просторно. Я заказала специально вагончик утепленный, то есть на заказ новый сделанный вагончик. Часть животных живут в доме, половина, половина живет в вагончике. Но он утеплен, там есть камин, если это зима, то есть включается. Я просто к чему это говорю? К тому, чтобы понимали, что мы к ним относимся как к живым существам. В приюте Майи 50 кошек. Девушка говорит, что нередко животных ей подкидывают к воротам, зная, что она не откажется от пушистика. Другие даже шантажируют, мол, если не заберете кота, мы его выкинем. То есть им легко стало. А нам думать дальше, чем кормить, как лечить, куда пристроить. И поэтому иногда очень тяжело. Очень тяжело, потому что не хватает сил, не хватает ресурсов. Помочь всей команде волонтеров предельно просто. Можно оплатить лечение кошек в ветеринарной клинике или принести корм для животных. Ну, а если вы решились приютить котенка, питомцы вас ждут. Дни открытых дверей проходят в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов. Адрес музея – Florelar 12, дроп 3. Это деревянное строение при жилом доме. Предварительно посмотреть на кошек можно на страничке общественного движения CityCats в Фейсбуке. Отшумел на днях, отгремел, я бы даже сказал, день вина на центральной площади столицы. Есть у нас в связи с этим чудесная новость для всего молдавского народа. Итак, группа ученых из Женевского университета выяснила, что фенольное соединение, которое называется… Я сейчас с трудом прочитаю это название. Ресвератрол, содержащийся в винограде, обладает полезными свойствами для борьбы с раком легких. Для определения этих свойств специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами. Часть грызунов подвергли воздействию канцерогена, который находился в табачном дыме. Также предполагалось лечение в виде приема ресвератрола. Это природное вещество, которое выделяют некоторые растения для того, чтобы реагировать на паразитов или же всяческие грибы. Вот. Участников поделили, соответственно, на четыре группы. Первой группе давали… не давали ни канцерогена, ни, соответственно, ресвератрола. Была это такая, так называемая, контрольная группа. Второй группе давали оба вещества сразу, еще в двух группах давали по одному веществу. Ну и, собственно, анализировали данные, которые после этого поступали в виде исследований. Ну и до этого, что интересно отмечают ученые, что ни одних исследований на тему полезных качеств ресвератрола не поступало. Специалисты объяснили это тем, что вещество доставлялось орально и не успевало достичь легких. Тогда они решили ускорить доставку этого вещества, вводя его через нос. И получили результаты, которые и подтверждили гипотезу о том, что это полезно. Выяснилось, что у мышей, которые получали лечение ресвератролом, размер опухоли сокращался в среднем на 45% по сравнению с остальными мыслями. У меня в связи с этим три вопроса. Вопрос первый. Работает ли это вещество для профилактики? Наверное. Вопрос второй. Хорошо, это вещество содержится в винограде. Есть ли оно в вине? Понимаешь, это главный вопрос. Вот это вопрос. Третий вопрос. Если на первые два вопроса ответы да, необходимо ли будет нюхать вино? Понимаешь, это важно. Это важно в нашей стране. Потому что ты понимаешь, что тогда вся индустрия производства вина в нашей стране может просто перевернуться. Да, соглашусь. Но если его все-таки найдут и пользу его действительно признают, то тогда можно будет, я думаю, его даже пить и при этом лечиться. Вот тебе и лекарство, и яд в одном. В принципе, я думаю, ты девочка взрослая, ты давно знаешь, что это и лекарство, и яд два в одном. Сверхлегкий, сверхпрочный и суперпрактичный. Карбон. В России из него стали строить мосты. И речь не о мертвых душах, и не о Манилове вовсе. Речь о российских ученых. Технология уникальная, и уже есть первые объекты из карбона. Село Языково Ульяновской области. Река Соловей. Еще недавно, на другой конец, местные жители не то что переезжали, переходили с опаской. Старый мост на ладан дышал. Деревянный каркас давно сгнил и мог в любой момент обрушиться. Но теперь здесь стоит совершенно новая, инновационная конструкция. И все страхи остались позади. Максимальный нагруз, который может выдержать мост, составляет до 100 тонн. То есть, если взять тяжелую технику, в том числе и военную, скажем так, комплекс топлива, у него масса 80 тонн. То есть, он может спокойно проезжать по данному объекту. Мост этот не простой, а карбоновый. Его главные элементы – арочные конструкции из углепластика. Такой материал можно сложить в несколько слоев и придать ему нужную форму. В данном случае им оборачивают длинный гибкий надувной баллон. После того, как полимер отвердеет, получится деталь легче и прочнее стальной. Каждая 15-метровая арочная конструкция моста диаметром 30 сантиметров весит всего 120 килограммов. То есть, чтобы перенести ее, не нужно подъемного крана. Достаточно трех-четырех сильных мужчин. Будучи установленными в фундаменте, жестко закрепленными, они сверху заливаются бетоном с образованием труббетона, основания сооружения. Эффект трубобетона заключается в том, что бетон, будучи заключенным в оболочку из углепластика, увеличивает свою несущую способность до четырех раз. Затем на арочные элементы укладывается профилированный настил, изготовленный из другого композитного материала – стеклопластика. Остается засыпать его гравием и положить асфальт. Все, мост готов. Конечно, найдутся скептики, которые скажут – использование далеко не дешевого карбона делает его золотым. Но это не так. Средства удается даже сэкономить, к примеру, на доставке. Эту технологию вообще успели окрестить мостом в рюкзаке. Материалы можно привезти на малотоннажной машине, даже вплоть до легковой. И, организовав небольшую какую-то палатку, чтобы поддерживать температуру, можем производить эти арочные элементы. Что же касается долговечности, по расчетам мост простоит не менее 50 лет. Впрочем, инженеры подстраховались и встроили в конструкцию множество датчиков, чтобы посмотреть, как она поведет себя в ближайшее время. Если все будет хорошо, подобные сооружения появятся по всей России. Житель штата Мичиган в течение 30 лет подпирал двери 10-килограммовым метеоритом. Американец из города Гран-Терапидс в штате Мичиган в течение 10-летий подпирал двери своего сарая метеоритом, который стоил 100 тысяч долларов. Скромная такая подпорочка для двери. Но, мало ли, может быть, у него какой-то шикарный дворец. Это лучше всего вписывать в концепцию жилища. Мужчина попросил не называть его имени, он попросил местного геолога по имени Моносербеску. Сербески, наверное, все-таки, да? Это же не наши соотечественники. Может быть, она мормонка? Интересный вариант. Сперва ученая была настроена скептически, подумала, ну, камушек и камушек. Но потом, когда она провела тщательный анализ этого камня, поняла, что он прилетел из космоса, его вес 10 килограммов на 88%. Он состоит из железа и на 12% из никеля. Сербеску сказала, это самый ценный экземпляр из всех, что я когда-либо держала в руках. Причем как с точки зрения науки, так и с точки зрения стоимости. Если в камне с мичиганской фирмы найдут редкие химические элементы, то, соответственно, цена этого метеорита еще возрастет. Сейчас Митсоновский институт в Вашингтоне рассматривает возможность покупки этого космического тела для того, чтобы выставлять его в музее. Да. Владелец метеорита пообещал, что перечислить 10% стоимости в пользу Центрального Мичиганского университета, который изучает геологию. Он отметил, что купил он этот метеорит в 1988 году вместе с фермой. Камень и тогда подпирал дверь сарая. Иногда дети этого мужчины брали его в школу и показывали одноклассникам. На уроке геологии. Ты понимаешь, что я сейчас должен поехать на дачу, подняться куда-нибудь на чердак, посмотреть, не валяется ли там что-нибудь похожее. А вдруг, мало ли. Но, во всяком случае, мы-то точно знаем, как же попал метеорит на ферму. По словам прошлого владельца, они с отцом нашли кратер у себя на участке этой фермы еще в 30-х годах. И оттуда достали этот теплый камень, который впоследствии и стал подпоркой для двери, во-первых, а во-вторых, героем новостных лент. Есть, как минимум, два способа использовать метеорит. Первый способ – подпереть дверь сарая, второй – не важен. Что еще интересного происходит в мире, знает наша коллега Ольга Гриненко. Ей мы слово и передадим в новостном блоке. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Таис, Дима. Удачного начала дня, дорогие телезрители. Вас ждет подборка свежих новостей. Начну я с событий официальных. У вооруженных сил Молдовы появится свой представитель США. В военном атташе Министерство обороны назначило полковника Виталия Микова. Он будет отвечать за обеспечение эффективного сотрудничества между оборонными структурами двух стран, выявлять новые возможности для развития и совершенствования партнерства между Национальной армией Молдовы и вооруженными силами США. Минобороны рассчитывают, что такая мера посодействует стратегическому диалогу по обороне между Республикой Молдова и США. Перед отправкой Микова в Вашингтон с ним встретился глава ведомства Юджин Стурза и пожелал успехов в деятельности. Чиновник отметил, что укрепление отношений военного сотрудничества является приоритетом для Министерства обороны. Полковник накопил солидный опыт в командных структурах Национальной армии, а также учился в США. Хочешь чистоты вокруг – начни что-то делать сам. Таким принципом руководствовались волонтеры, которые навели порядок в столичном парке Валя Трандафирилор. Несколько десятков человек, в основном молодежь, не пожалели времени и усилий, чтобы собрать мусор за отдыхающими. Всех желающих приглашали на субботник посредством социальных сетей. Инициаторы акции рассчитывают своим примером показать детям и всем остальным, как нужно относиться к своему городу. О других актуальных событиях в рубрике «Короткой строкой». В Румынии провалился референдум по изменению Конституции, который должен был привести к запрету однополых браков в стране. К участию румынское посольство призывало и обладателей гражданства Румынии, проживающих в Молдове. Центральное избирательное бюро сообщило, что явка составила менее 20,5%. Для признания плебисцита состоявшимся требовалось участие не менее 30%, имеющих право голоса граждан Румынии. Инициаторами референдума выступили консервативная коалиция за семью и ряд групп близких православной церкви. Они настаивали на изменении формулировки понятия «брак» с «союза между супругами», как это обозначено в основном законе сейчас, на формулировку «союз между мужчиной и женщиной». Инициативу раскритиковали правозащитники и ряд депутатов Европарламента. Оппозиция Румынии теперь требует отставки правительства и обвиняет его в напрасной растрате 10 миллионов долларов на проведение голосования. Президент Молдовы не оставил без внимания день рождения российского коллеги. Накануне Игорь Дадон искренне пожелал Владимиру Путина крепкого здоровья, многолетнего служения России и россиянам новых личных достижений. В поздравительном послании президент отметил, что глава Российской Федерации соединяет в себе лучшие черты современного лидера и выразил признательность за передаваемый Владимиром Путиным бесценный политический опыт и мудрую поддержку пошаговой динамики молдороссийского диалога. 7 октября, свой 66-й день рождения, Путин отпраздновал в кругу родных, близких и друзей. Миндальный урожай начали собирать молдавские аграрии, которые надеются превзойти прошлогодние показатели. В 2017-м на экспорт в Евросоюз отправили почти 450 тонн миндаля. Килограмм орехов стоит от 200 до 300 леев. Не самую популярную сельхозкультуру в Молдове выращивают в 22 хозяйствах. Почти вся продукция отправляется на заграничные рынки. В нашей стране выращивают 5 молдавских сортов, их разработали в Институте плодоводства и более 10 зарубежных. Молдова отгуляла национальный праздник – День вина. На площади Великого национального собрания за два выходных дня побывали десятки тысяч иностранцев, причем не только из ближайшего зарубежья. Мероприятие посетили ценители вина из Польши, Италии, Японии и даже Южной Кореи. Свою продукцию представили более 60 винодельческих компаний. Впервые к молдавским производителям присоединились и румынские. Вкусить можно было более тысячи сортов благородного напитка. Дегустация проходила под выступление 20 фольклорных ансамблей, исполнителей и оркестров. День вина провели 17-й год подряд. Цифры о количестве туристов, объеме выпитого вина и прочие данные Министерство сельского хозяйства озвучит в конце недели на специальной пресс-конференции. Объединение ПДС и ППДП даст им преимущество. Политический аналитик Виктор Чобану считает, что партии «Действия и солидарность» и платформе «Достоинство и правда» было бы выгоднее идти на выборы в составе блока. В интервью одному из молдавских порталов Чобану заявил, что обе стороны электорат воспринимает скорее вместе, чем по отдельности. По мнению аналитика, эта формула хорошо себя зарекомендовала в двух избирательных кампаниях – в президентской и в кампании по избранию столичного примара. Бывший мэр Белтс Ринато Усатый прокомментировал взрыв многоэтажки столичного сектора Рыжкань. На своей странице в соцсетях он написал, что печальная новость помимо скорби вызвала в нем возмущение. Поскольку это не первый взрыв газового баллона в молдавской столице, Усатый назвал город небезопасным. По его мнению, низкий уровень жизни заставляет людей пытаться сэкономить на всем, поэтому они используют газовые баллоны там, где это недопустимо. Усатый написал, что раненые и оставшиеся на улице люди растерянно смотрят в неопределенное будущее и принес соболезнования семьям погибших и пострадавших. Фильм «История Молдовы» принес создателям награду ТЭФИ. Темой прошедшего в Ташкенте фестиваля в этом году был образ родины «Время, место, судьба». На суд жюри представили 13 работ из 12 стран СНГ. В фестивале приняли участие фильмы исторической, биографической, социальной и философской тематики. Трилогия «История Молдовы» рассказывает о событиях многовековой истории страны. Проект сняли под патронатом президента Игоря Дадона. Также награду получили молдавские журналисты, создатели фильма «На буджакской волне». В следующем году фестиваль ТЭФИ «Содружество» будет принимать Молдова. Грандиозное ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в постановке Ильи Авербуха и в исполнении российских фигуристов покорило публику в итальянской Вероне. Незабываемым этот вечер сделал и легендарный певец Тото Кутуньо. А за полночь на арене Диверона прозвучали поздравления в адрес президента России Владимира Путина, который накануне отметил день рождения. До последнего организаторы не понимали, смогут ли фигуристы кататься под проливным дождем. Арена Диверона – открытый амфитеатр. Впервые в истории на ней залили лед, а тут ливень. Но разве что-то может испугать олимпийских чемпионов. Шоу начинается и дождь стихает. В «Ромео и Джульетте» катаются сразу шесть именитых фигуристов. Татьяна Татьмянина, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Алексей Ягудин. Билеты на шоу покупали еще в августе. Такого Верона, конечно, еще не видела. А еще Тота Кутунья в финале. Он так и называет ее «Ваша песня». Наверное, итальянцы не любят так итальяна Вера, как русские зрители. В этот вечер Кутунья пел и на русском. «Подмосковные вечера» и «Очи черные». Ровно в полночь 7 октября на сцену поднимается мэр Вероны. И поблагодарив Россию за шоу, фестиваль «Русские сезоны», который идет в Италии, поздравляет российского президента. И в заключение я хочу сказать, что сегодня, 7 октября, день рождения Владимира Путина. С днем рождения! Фестиваль «Русские сезоны» в Италии продолжается. Одно из ключевых событий еще впереди – выставка Третьяковской галереи. Это все новости к этому часу. Нашим телезрителям желаю получить с утра максимальный заряд бодрости. Ну а я продолжу следить за главными событиями в стране и мире. Дима, Таис, вам слово. Оля, огромное тебе спасибо за утреннюю подборку новостей. Продолжим нашу программу. Не так давно мы вам показывали видео, которое поразило всех жителей Соединенных Штатов Америки. Это видео двойника Трампа. Многие думали, вы сейчас видите этого человека, многие думали, кто это Трамп, а может быть это двойник его. Двойник. Может быть старший брат, может быть брат-близнец, которого сам Дональд Трамп выгнал из семьи, чтобы не делить с ним свои денежки. Да, денежки. Тем не менее, есть все-таки предположение, что это был сам Трамп. Да, соглашусь. Дальше лучше. Все новые курьезы происходят с президентом Соединенных Штатов Америки. Дима, рассказывай. Да, рассказываю с удовольствием. Дело в том, что пользователи сети в Соединенных Штатах Америки высмеяли президента Соединенных Штатов за появление на публике с куском туалетной бумаги, которая приклеилась к ботинку. С кем не бывает. Да, там получается глава Соединенных Штатов Америки поднимается по Трампу самолета, при этом не замечая это гигиеническое средство. Видео, естественно, быстро распространилось по интернету, набрало более трех миллионов просмотров буквально за первых там пару часов. Некоторые пользователи интернета обратились к главе Белого дома напрямую и написали ему в Твиттере. Вы должны уволить человека, который следит за туалетной бумагой. Это был один совет. Нет, 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 сейчас появится вакансия на человека, который следит за ботинками Дональда Трампа. Ты видела, какой кортеж за ним собирается? Ну хоть кто-то. Там есть специалисты по охране, там есть специалисты по, я не знаю, хакингу и так далее, и так далее. Почему нет человека, который следит за его ботинками? Понимаешь, когда сзади армия из 200 человек, плюс один человек, ну это же несущественно. Несущественно. Ну вот, чтобы не попадал, он впредь в такие ситуации. Уберите бумажку с ботинка, гласили другие. В общем, многие комментаторы, конечно же, осмеяли президента. Они предположили, что Трамп, вероятно, так надоел своему окружению, что те намеренно не сказали ему о подобном курьезе. Мне кажется, лучшим все-таки был комментарий, где написали, нет, это была Конституция. Вот так, любопытный комментарий. Если бы я просыпался в 4 часа утра, то моим первым было бы словом, которое я бы произнес в это время... Оно культурное, подожди, на эфире. Нет, это помимо того, понимаешь, то идет автоматически сразу, когда звенит будильник. Но первое слово было бы «Где?» примерно таким вот голосом. А расшифровывается это, знаешь, как? Как? Во-первых, «Где мои силы для того, чтобы проснуться?» После этого «Где мой кофе для того, чтобы взбодриться?» Ну и принесите мне кто-нибудь домашние тапочки. Вот прямо сейчас, если ваш день начинается все-таки несколько полегче, чем мой, советуем вам готовить себе чашечку ароматного, вкусного. Аккуратненько потягиваться, будьте осторожны, потому что резкие движения могут нанести вред с утра вашему организму. Мы скоро вернемся, у нас перерыв на короткую рекламу. Данный материал содержит элементы рекламы. Красота и мода – это вещь такая непостоянная, и как же сложно постоянно оставаться в тренде, при этом следя за новинками. Как все это успеть, и самое важное, как достичь в этом действительно хороших высот, знают наши сегодняшние гости. У нас сегодня в гостях победительницы международного фестиваля красоты «Невские берега», который проходил в Санкт-Петербурге. Это Габриэла Черебаш и Юлиана Сватойко. Доброе утро, девочки! Доброе утро! Ну что, понятия о красоте у нас и в Питере различаются или, в принципе, все одно и то же? По идее все одно и то же, только на разном уровне, наверное. То есть, насколько это хорошо делается, насколько профессионально, качественно. Давайте по-другому. Молдаванки красивее? Самые красивые. Вот, это главный вопрос. Спасибо за то, что приехали к нам в гости. Шучу, продолжаем беседу. Скажите, пожалуйста, вообще сложна ли была вот эта борьба? Потому что я понимаю, что в этом фестивале номинации великое множество категорий от А до Я. В каких категориях принимали участие вы? На что вы номинировались? Я принимала участие в модной категории, в дневной и в вечерней прическе, в модной категории для новобрачной. Так, а вы, маленькое уточнение, парикмахер-стилист, правильно? Парикмахер-стилист, да. Сложно ли это было? Ну, сложнее, чем мы ожидали, скажем так, честно. Так. Настроились мы на сложную, но было еще сложнее. И вот. Слушайте, вот тогда к вам сразу, как к профессионалу, ожидает меня сегодня мероприятие одно. Вот какую бы вечернюю прическу вы мне посоветовали? А вот что сейчас в тренде? Накрутить, объемчики поднять? Распустить, начесать, сбрить, может быть, все в конце. А с бородой что делать, в конце концов? Что? Юлия, ну, соберитесь, вы профессионал. Ну, когда я увидела там стилиста с синей бородой, я поняла, что можно, в принципе, все. Можно все, границ нету, да. Можно все, да. Так, ну, а по вечерним прическам? По вечерним прическам, конечно, конкурс – это конкурс, это конкурсные работы. У нас же все-таки девочки предпочитают максимально натуральные, да, скажем так, максимально легкие. То есть так нормально? Прекрасно. Мы говорим о девочках. Слушайте, ладно, давайте по-другому. А что в тренде, вот вы говорите, есть определенные отличия и так далее, и так далее. Стоит ли обращать внимание на тренды или делать то, что нравится? Обязательно. 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 Обязательно обращать внимание на тренды. Внимание на тренды, конечно. То есть не только вкусом собственным и единым. Хорошо. У меня вопрос теперь и к вам, Габриэла. Вы в каких номинациях, вы кто в профессии и за что вы боролись? Я визажист. Я занимаюсь и делаю макияж. Участвовала я в нескольких, во всех, получается, номинациях, которые были у визажистов. Первый – это фэнтези мейкап, то есть это, получается, рисунок и, в общем, образ. То есть все создается в целости. Второй – это колор смоки, то есть это вечерний макияж, уже что-то более, ближе к реальности, то есть к тому, что носится. Третий – это креативный макияж и четвертый – фэшн. Слушайте, вот вы сказали про вечерний макияж, мне сегодня вечером на мероприятие. Давай этот вопрос задам я, чтобы не вызывать подозрения у зрителей. Еще у меня вопрос по поводу того, что я так понимаю, что вы не единственные представительницы, победительницы, потому что команда была большая, это была объединенная команда Приднестровья и Молдовы, то есть среди наших девочек есть еще и другие победительницы. Какие? В каких номинациях? Есть еще одна девушка, которая из Приднестровья. Даниела Данилова, если я не ошибаюсь. Да, Даниела Данилова, если не ошибаюсь, Бендер. Какие точно места, я уже не помню, я в эмоциях, наверное, все, ничего вокруг не видела, но она тоже молодец, тоже заняла призовые места рядышком с нами. У нас есть материал, есть видео, там все видно. Мы все на этих призовых местах, то есть первое, второе, третье, умнички. Слушайте, расскажите про кубки. Что это за штуки такие? За что получите? Это вот те самые, которые вы из Питера привезли? Да, те самые. А у вас был отдельный багаж для них, отдельный чемодан? Вы готовились? Нет, это надо вести только с собой. Если честно, я когда вышла со сцены, Юля меня встречала, говорит, да, я тебе помогу. Я говорю, нет, все, я ее помогу. Все заслужила, заработала. Смотрите, с кубками есть одна такая очень важная традиция, потому что кубок не считается завоеванным, полученным пока. Вы не наливаете какой-нибудь алкогольный напиток доверху, и вот так вот полностью прибыв на родную землю, необходимо это опрокинуть в себя. Если честно, мы ожидали сегодняшнего дня, и мы это исполним. Вот только программа утренняя, я предлагаю кофе туда, и, в общем, взбавляйте. Эффект не тот, Танис, эффект не тот. Ладно, есть у нас к вам еще один очень важный вопрос. Дело в том, что время от времени мы подставляем наших гостей. Ну, смотрите, понимаете, как бы ваша профессия – это ваша профессия. Это, конечно, чудесно, но надо разбираться и в каких-то социальных моментах. И поэтому мы с гостями зачастую обсуждаем какие-либо темы. Новость такая. Соединенные Штаты Америки полностью остановили поставки нефти в Китай. Как вы можете это откомментировать? Что мы скажем? Молодцы, что ли? Интересно. Юлиана, ваша версия. Я встану на защиту девочек. У меня к этому тоже комментариев нет, потому что девочки отвечают за сферу красоты. Но ты же понимаешь, что это в определенной степени шантаж, который сейчас проводится в адрес Китая. Дима, а что ты рассчитаешь? Я только что ответил. Я против шархажа. Я считаю, что все торговые отношения должны развиваться добровольно, а не в этом случае принудительно. Поэтому я против этих санкций. Даешь поставку нефти в Китай. Так примерно мы загладим нашу интервью. Ну, конечно же, мы, девочки, желаем вам дальнейших побед. Только еще скажите, вы на что еще рассчитываете? Куда дальше? Какие новые высоты будете покорять? Ну, сначала на чемпионат мира. А с этого давайте по-породому. Ну, пока мы еще не знаем, где и как он будет проходить. К этому нужно готовиться, конечно. Трудна вообще подготовка? Долго ли? Наверное, не настолько трудно, не знаю, тренироваться, насколько трудно эмоциями все это пережить. Потому что, да, морально это... Просто спортсмены, знаете, они же как? Перед какими-то соревнованиями, там, 2-3 тренировки в день, правильные диеты. У вас есть что-то такое? Макияж, макияж, макияж. 15 макияжа в день, я должна это сделать. Мы приехали в Санкт-Петербург, заселились в отель. И, получается, это было за 3 дня до конкурса. Ну, так получилось, так нам нужно было. И с утра до ночи мы тренировались. Если мы спали 2 часа в сутки, это было еще хорошо. А сертификаты, это вот за победы, да? Это те самые дипломы, вожделенные, долгожданные. Давайте покажем их. Вот, да. Слушайте, это действительно все очень стильно. Смотрите, первое место, первое место, первое место. Могут наши, да. Ну, что, я понимаю, что нам еще в сфере красоты развиваться и развиваться. Я сейчас про нас стою. Но, ладно, я про себя. Я про себя сейчас больше. У меня таких сертификатов нет, будем работать. Вам спасибо за то, что представили так гордо нашу страну. За то, что нам есть чем гордиться, помимо того, что наши девочки самые красивые в мире. Они еще и умеют делать самыми красивыми других девочек в мире. Не самых красивых других девочек в мире. Ну что, вам спасибо за то, что приехали к нам в гости. Новых побед. Спасибо большое. Ну что ж, а вас, дорогие друзья, доброго утра. Продолжаем нашу программу. Что вы знаете о перформансе, о современном искусстве? Картина самого знаменитого уличного художника Бэнкси, который по-прежнему не раскрывает своего инкогнито уже на протяжении многих лет, совсем недавно была продана на аукционе Сотбис в Лондоне, и после этого самоуничтожилась. Да, продали ее где-то за миллион евро, даже чуть больше. А вы себе только представьте, вот на секундочку, на коротенькую, маленькую секундочку, лица тех людей, которые отвалили, извините за эту картину, миллион триста тысяч долларов. А после этого, когда поднялся молоточек продавца, она просто взялась и разрезалась спрятанным внутрь шреддером. Это такое устройство для измельчения бумаги. Вы себе только представьте выражение лица людей, которые вот эту вот кучу денег просто взяли и вывалили на стол. Бэнкси разместил в своем инстаграме то, кстати, как он это сделал. Как какое-то время назад он поместил в раму этой картине тот самый шреддер. И для того, чтобы именно на словах «going, going on», то есть «продается, продается продано», которые обычно говорят на аукционе, чтобы картина начала самоуничтожаться. Есть версия, что там сидел человек специально обученный, который кнопочку эту включил. То есть несколько лет он сидел в картине, маленький такой карлик, да, который прятался? Нет, я имею в виду на аукционе был, конечно же. Но, судя по лицам очевидцев, никто такого подвоха не ожидал. Это видно как на фото, так и на видео. А уж тем более покупатели картины. Так я и говорю, если бы я выложил миллион триста тысяч долларов, но у меня, конечно, нет таких денег, я человек скромный, но если бы я выложил такие баблища, то, наверное, я бы очень быстро сидел вместе, знаешь, вот одновременно с тем, как уничтожается картина. Но, кстати, Бэнкси был хитер, потому что картина не самоуничтожилась до самого конца. То есть есть вероятность, что, может быть, ее продадут повторно. Астатки продадут. Интересно. Но мне больше всего понравилась фраза генерального директора этого аукционного дома, Алекса Брандика, который сказал, кажется, нас только что обэнксили. Ах, какая игра словка. С таким нарицательным словом. Чудесно. Воистину, людей искусство трудно понять, о некоторых невозможно. Ну, а новости, о которых рассказывает наша коллега Ольга Гриненко, понять гораздо легче. Ольга, доброе утро. Тебе слово. Доброе утро. Таис Дима. Удачного начала дня, дорогие телезрители. Вас ждет подборка свежих новостей. Начну я с событий официальных. У вооруженных сил Молдовы появится свой представитель США. В военном атташе Министерство обороны назначило полковника Виталия Микова. Он будет отвечать за обеспечение эффективного сотрудничества между оборонными структурами двух стран, выявлять новые возможности для развития и совершенствования партнерства между Национальной армией Молдовы и Вооруженными силами США. Минобороны рассчитывают, что такая мера посодействует стратегическому диалогу по обороне между Республикой Молдова и США. Перед отправкой Микова в Вашингтон с ним встретился глава ведомства Юджин Стурза и пожелал успехов в деятельности. Чиновник отметил, что укрепление отношений военного сотрудничества является приоритетом для Министерства обороны. Полковник накопил солидный опыт в командных структурах Национальной армии, а также учился в США. Хочешь чистоты вокруг – начни что-то делать сам. Таким принципом руководствовались волонтеры, которые навели порядок в столичном парке Валя Трандафирилор. Несколько десятков человек, в основном молодежь, не пожалели времени и усилий, чтобы собрать мусор за отдыхающими. Всех желающих приглашали на субботник посредством социальных сетей. Инициаторы акции рассчитывают своим примером показать детям и всем остальным, как нужно относиться к своему городу. О других актуальных событиях в рубрике «Короткой строкой». В Румынии провалился референдум по изменению Конституции, который должен был привести к запрету однополых браков в стране. К участию румынское посольство призывало и обладателей гражданства Румынии, проживающих в Молдове. Центральное избирательное бюро сообщило, что явка составила менее 20,5%. Для признания плебисцита состоявшимся, требовалось участие не менее 30%, имеющих право голоса граждан Румынии. Инициаторами референдума выступили консервативная коалиция за семью и ряд групп близких православной церкви. Они настаивали на изменении формулировки понятия «брак» с «союза между супругами», как это обозначено в основном законе сейчас, на формулировку «союз между мужчиной и женщиной». Инициативу раскритиковали правозащитники и ряд депутатов Европарламента. Оппозиция Румынии теперь требует отставки правительства и обвиняет его в напрасной растрате 10 миллионов долларов на проведение голосования. Президент Молдовы не оставил без внимания день рождения российского коллеги. Накануне Игорь Дадон искренне пожелал Владимиру Путина крепкого здоровья, многолетнего служения России и россиянам, новых личных достижений. В поздравительном послании президент отметил, что глава Российской Федерации соединяет в себе лучшие черты современного лидера и выразил признательность за передаваемый Владимиром Путиным бесценный политический опыт и мудрую поддержку пошаговой динамики «Молдороссийского диалога». 7 октября, свой 66-й день рождения, Путин отпраздновал в кругу родных, близких и друзей. Миндальный урожай начали собирать молдавские аграрии, которые надеются превзойти прошлогодние показатели. В 2017-м на экспорт в Евросоюз отправили почти 450 тонн миндаля. Килограмм орехов стоит от 200 до 300 леев. Не самую популярную сельхозкультуру в Молдове выращивают в 22 хозяйствах. Почти вся продукция отправляется на заграничные рынки. В нашей стране выращивают 5 молдавских сортов, их разработали в Институте плодоводства и более 10 зарубежных. Молдова отгуляла национальный праздник – День вина. На площади Великого национального собрания за два выходных дня побывали десятки тысяч иностранцев, причем не только из ближайшего зарубежья. Мероприятие посетили ценители вина из Польши, Италии, Японии и даже Южной Кореи. Свою продукцию представили более 60 винодельческих компаний. Впервые к молдавским производителям присоединились и румынские. Вкусить можно было более тысячи сортов благородного напитка. Дегустация проходила под выступление 20 фольклорных ансамблей, исполнителей и оркестров. День вина провели 17-й год подряд. Цифры о количестве туристов, объеме выпитого вина и прочие данные Министерство сельского хозяйства озвучит в конце недели на специальной пресс-конференции. Награду высшей пробы принесли своей стране 15 гимнасток, которые показали отличные результаты на международном турнире в Болгарии. Молдову представляла команда спортивной школы Олимпийского резерва столицы. Девочки достойно проявили себя как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Две недели назад команда молдавских гимнасток одержала другую убедительную победу на международных соревнованиях, проходивших в Боснии и Герцеговине. Они вернулись домой с 10 золотыми медалями, став лучшими среди спортсменок из 12 стран. О других новостях спорта в нашем обзоре. В Молдове прошел международный чемпионат по оборонительной стрельбе. В нем приняли участие 30 стрелков из нашей страны, а также Украины и Румынии. Каждому из них пришлось пройти 10 испытаний. Одно из них – отстрел от группы условных нападающих. Победители соревнований получили медали и дипломы. Этот вид спорта основан на ассоциации практической стрельбы для того, чтобы рядовой пользователь имел возможность повысить свои практические навыки владения оружием. Триумфальное выступление молдавских спортсменов на чемпионате мира по K1 среди любителей. Андрей Аврамов, Сергей Михайлов и Дон Накель – все трое борцов одного клуба из Камрата – заняли первые места и вернулись из Латвии с золотом. «Спасибо всем, кто за нас болел и кто в нас верил. Вместе мы сила», – заявил после объявления результатов тренер спортсменов Эдуард Кися. Чемпионат мира по K1 проходил 4-7 октября в Риге и собрал участников из 14 стран мира. В Гагаузи в минувшее воскресенье состоялся пятый региональный веломарафон. Он проходил одновременно в трех райцентрах автономии – Камрате, Чадырлунге и Вулканешть. По всему маршруту колонну сопровождали экипажи патрульной полиции, а движение обеспечивали волонтеры, прошедшие соответствующую подготовку. В рамках мероприятия состоялся и розыгрыш ценных призов. По данным организаторов, во всех трех марафонах приняли участие порядка 400 любителей велоспорта. Мужская сборная Молдовы заняла 31 место среди 185 команд на Всемирной шахматной олимпиаде, которая завершилась в Батуми. В последнем матче наша команда уступила команде Узбекистана со счетом 1-3. Виарил Ерда Кеску и Никита Морозов сыграли в ничью, а Виарил Балаган и Дмитрий Светушкин уступили своим соперникам. Победителем Всемирной олимпиады стал Китай, второе и третье места достались США и России. В Молдове появится современный картодром. Его обустроят на территории Кишино-Арены. Работы уже начались. Строительство обойдется почти в 2 миллиона евро. Согласно проекту, длина трассы в полной конфигурации составит 1400 метров. Она будет соответствовать всем критериям безопасности, что позволит проводить и соревнования международного уровня. Сейчас в Молдове есть только один спортивный картодром. Он расположен в городе Григориопол. Это все новости к этому часу. Нашим телезрителям желаю получить с утра максимальный заряд бодрости. Ну а я продолжу следить за главными событиями в стране и мире. Дима, Таис, вам слово. Оля, огромное тебе спасибо за утреннюю подборку новостей. Мы продолжим нашу программу новостями менее официальными. Часто слышу такую точку зрения, знаешь, когда девочки фантазируют, говорят, вот если бы я родилась где-нибудь в средние века, я была бы принцессой, не дамочки. Скорее всего, вы были бы какой-нибудь феодальной крестьянкой, принимали бы ванную раз в год, а то и реже. А все свободное время работали бы в поле. Ну, статистика штука упрямая. К слову, о каких-то средневековых штуках. Вот смотри, была бы ты рыжей, тебя бы сожгли. Однозначно, как ведьму. Как ведьму. Что еще было? Не дай бог читать, писать умеешь, уже плохо. Сжечь, потому что только ведьмы умеют читать и писать, понимаешь? Да, черная кошка родилась, понимаешь, ее бы тоже сожгли. Да. Черные кошки что? Помогают ведьмам. Правильно? Да, все о том. Откуда вот пошли вот все эти стереотипы о том, что черная кошка, это плохая примета. Вот смотри, казалось бы, сегодня еду на работу, черная кошка пробежала, бац, прекрасный день. Прекрасный? Чудесный день. Дай бог здоровья этой кошки, ее котятам, чтобы кот у нее был порядочный, всю еду только домой приносил, понимаешь? И вовремя возвращалась с работы. Вот специально для тех, кто сейчас едет на работу, дорогие друзья, если вы отправляетесь на работу на собственном авто, для вас у нас есть хорошая новость. Чтобы вы не ждали добра от кошек, а может быть вложили какой-то, сделали какой-то шаг на пути к своей удачливости, я предлагаю вам прямо сейчас принять участие в розыгрыше Вента. Что нужно сделать? Это отправить слово Вента на номер, который вы видите на экране, и тогда в конце месяца мы определим победителя. А что же входит в приз? 2000 леев и дисконтная карта, которая позволит вам заправляться со скидкой на любой автозаправочной станции этой самой сети. Участвуйте и выигрывайте. Данный материал содержит элементы рекламы. Дима, я хочу говорить побольше о прекрасном. Давай, обо мне. Не только о тебе, не только о медведях, и не только о китайцах, которые проверяют предметы на прочность, своими пятыми точками. К чему призываешь вечно ты. Вот, например, скульптуру маленького принца в столичном парке Валя Морилор приодели к зиме. Видимо, для того, чтобы он не замерз и не простыл. Да, скульптуру маленького принца, правда, укутали в шерстяную шапочку и шарфик, теперь ему можно не бояться зимы. Сделала это столичная жительница Александра Устинова, и фотографии местной достопримечательности тут же разлетелись по всем социальным сетям. Ну, еще бы. Жителям столицы эта идея очень понравилась. Многие с удовольствием фотографировались возле обновленной скульптуры маленького принца. Александра сказала, как только не натягивали на него эти шарф и шапку. Я сколько раз мимо шла, столько раз там что-то и менялось, прокомментировала создательница этого зимнего гардероба. Ты знаешь, я теперь понимаю одну вещь. Для меня всегда большая проблема найти себе подходящую шапку. Теперь, в принципе, я знаю, где найти подходящую шапку и шапку. Размерчик, боюсь, не подойдет. Давай проверим. Напомним, что скульптура маленького принца появилась в парке Вали Морилор в августе этого года. На ограждении набережное место обычного шара можно обнаружить астероид Б-612 и его обитателя. Автор этого проекта – иллюстратор и дизайнер Игорь Удушевый. Такой вид уличного искусства очень распространен в Европе и в Штатах, когда в ход идут шарфики, шарф, шапки и варежки для того, чтобы украсить уличные элементы, скульптуры или же деревья. Кстати, это носит название «Ярнбомбинг» или же «Вязаная граффити». Говорят, что эта акция зародилась в США для того, чтобы бездомным людям было во что укутаться, сняв с дерева шарфик. Но в любом случае это очень придает уюта окружающему миру и делает его действительно прекрасным. Вот как сделать себя более прекрасной, чтобы идеально вписываться в прекрасный окружающий мир, об этом не понаслышке знает Кристина Курачева. Вот давайте ей сейчас и передадим слово. Сегодня мы поговорим о сенсационном уходе, который предотвращает признаки старения кожи. Биоплазма – что это такое и кому она подходит, расскажет косметолог Наталья Рум. Биоплазма – это процедура, которая работает на 10 признаков как старения, так и предотвращения старения кожи. То есть она подходит тем, у кого купероз, у кого сухая кожа, обезвоженная, у кого гиперемия. Она подходит очень хорошо многим женщинам даже в период лактации и беременности. Также процедура подходит для женщин с пигментацией, тонкой и чувствительной кожей и кому нужен ровный цвет и тон лица. А ведь это именно то, что нужно после жаркого лета. Этапы процедуры, которые я сделала сегодня Кристине, это были первое – очищение кожи. Затем нанесение пилинга, который подготавливает кожу к основным ингредиентам по этапу уже нашей процедуры. После этого наносится специальная сыворотка, которая придает коже влагу и питает ее. Затем мы наносим уже активизирующую маску, ревитализирующую, которая очень хорошо дает коже именно обновление и дыхание изнутри. И после этого мы подбираем уже крем по типу кожи, который хорошо освежает, успокаивает после данной процедуры. Основная цель процедуры – это процедура красоты. Она показана как невестам, а сейчас сезон свадеб, так и на юбилей, на любое мероприятие. Она очень хорошо освежает кожу, дает сияние и такое ощущение, как будто она у вас покрыта жемчугом. Также эта процедура очень хорошо подходит как антиэйдж. Как уже мы говорили, она подходит для любого типа кожи, для любого возраста. Я очень люблю эту процедуру, особенно в осенне-зимний период. Делая процедуры, соответствующие осеннему периоду, мы не только решаем текущие проблемы, но и подготавливаем кожу к зиме. Таким образом, уход за кожей – это непрерывный процесс. И если этот процесс идет поэтапно и гармонично, то кожа не будет страдать от погодных условий. Любите себя и ухаживайте за своим телом. Она стала известной в 90-х годах после роли в фильме «Маска». После этого была номинирована на «Золотой глобус» за роли в фильмах «Все», «Без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» и «Быть Джоном Малковичем». А как же эталонный фильм «Ангелы Чарли», а лиричная комедия «Отпуск по обмену». А шикарная. Да, эту актрису знают все. Кэмерон Мишель Диас. Американская актриса и модель. И в жизни этой белокурой красавицы тоже было место счастливому случаю. Фабрике Грюса определенно повезло с этим веселым и бесстрашным парнем в обличии милой девушки. А ей самой повезло вдвойне избавиться от юношеских прыщей, одиночества и прозвища «Уродина». И произошло это все, как обычно бывает, внезапно и удивительно. Так как в сказке гадкий утенок становится белым лебедем. Ведь настоящая Кэми – это искательница приключений, которая любила погонять с друзьями на скейте и презирала гламур. В 14 лет она окрасила волосы в изсиний-черный цвет, имела персинг носа, губ и бровей и слушала самый тяжелый металл. Мой папа хотел, чтобы у него были сыновья. Он мечтал о мальчике. И я была, кажется, его последним шансом. Поэтому мы с сестрой выросли, как уличные мальчишки. Спорт, драки. Думаю, мы специально друг друга втягивали во всякие дурацкие истории и опасные ситуации. А еще Кэм переживала в те годы из-за чудовищной угревой сыпи. На ее идеальной сейчас сияющей кожи иногда просто живого места не было. Конечно, ее дразнили в школе, и она всех ненавидела. Но ее характер не позволял дуться на весь мир. Скорее, она была готова мир перевернуть. Но пока не очень получалось, и она страдала в одиночестве. Ведь папа и мама были постоянно заняты на работе. А сопротивляясь обстоятельствам, Кэмерон придумала себя заново. После очередной унизительной сцены в школе она пообещала себе, что больше никто и никогда не посмеет назвать ее уродиной. Привет, мы приехали на соревнования, и уже целый день в отеле катаемся на этих высоченных стеклянных лифтах. Волосы отныне золотистый блонд. На лице то на косметике, а сама она красотка-черлидерша в школьной спортивной команде. На этой архивной домашней записи видно, что Кэм учится становиться тем, в кого позже влюбятся миллионы поклонников по всему миру. Кэмерон Диас тогда преобразилась, чтобы элементарно победить свои комплексы. Но судьба, кажется, уже положила глаз на эту непоседливую девочку, которая возила компании, друзей по вечеринкам на своем старом раздолбанном форде. Однажды она поспорила с подружкой, что оденется настолько шикарно и взросла, что ее пустят в самый дорогой клуб в Лос-Анджелесе, не попросив документы вовсе. Кто мог знать, что эта детская авантюра обернется самым настоящим, счастливым случаем. Я там была вместе с подружкой. Там очень много народу тогда было. И ко мне многие подходили и давали свои карточки. И спрашивали, хочешь стать моделью? А я говорила каждому, да, конечно. И сразу выбрасывала карточку. И вот она, воля случая. Среди гостей вечеринки оказался тот, кто не просто флиртовал, а правда мог помочь девушке с карьерой. Фотограф Джефф Дюна с наметанным глазом определил, она не такая, как все. Этот взгляд определил ее жизнь. Только тогда она, конечно, об этом не думала. От нее просто свечение какое-то исходило. И я подумал, боже, какая девушка. Я сказала, я не модель. А он ответил, но тебе следует ей стать. Сколько тебе лет? Я сказала, 16. И он говорит, скажи своим родителям, чтобы они мне позвонили. Через неделю папа Кэма, правда, позвонил фотографу Джеффу Дюнасу. И под строгое обещание закончить год на одни пятерки разрешил дочке попробовать стать моделью. Жизнь переменилась в одно мгновение. Вчерашний гадкий утенок, девочка, которая ходила в кепке, чтобы скрыть проблемную кожу, стала одной из самых талантливых моделей 90-х. Она объездила тогда со съемками и показами весь мир. Кэмерон предрекали карьеру длиной в один фильм. Но она вновь оказалась сильнее обстоятельств. И укрепила славу, блистая то смешной, то трогательной в комедиях, мелодрамах и приключенческих блокбастерах. Ангела Чарли, все без ума от мэри, отпуск по обмену. Десятки незабываемых сцен, смешных фразочек и первых поцелуев. Позже, в независимом фильме «Быть Джоном Малковичем» она и вовсе попрощалась с образом модели, показав истинное хрупкое я. Да, я стала там совсем другой. И я вдруг поняла, кто я. Кэмерон Диас сейчас 45. Она одна из самых обожаемых женщин Голливуда, которая демонстративно отказалась от пластических операций и бутокса. Как будто только сейчас, наконец, научившись наслаждаться естественностью своей красоты. Неудивительно, что именно в эти годы, неудачливая в любви к Эм, нашла, наконец, своего человека и вышла замуж. И, возможно, настоящий счастливый случай выглядит именно так. Весь мир обойти в поисках счастья, чтобы к 45 годам обнаружить, что все эти годы она скрывалась в тебе самой. С новым утром тех, кто только к нам присоединился. С добрым утром! Мы начинаем наш день с чашечки кофе на скафе Голд. Советуем это и вам, если вы только-только открыли глазки, еще лежите под одеялом, нежно позевывая. Это рецепт отличного начала дня. Ну и, конечно же, начинается утро стоит с Дмитрием Спиваковым, Таисой Разумовской, ну и вашими близкими, которые и так живут в вашей квартире. Итак, сегодня мы расскажем о том, как использовать метеорит не по назначению. Зачем одевать скульптуры в шарфике и шапке? Логично, чтобы они не замерзли. О новорожденных в столичном зоопарке. О новом ждуне, о конфузе Трампа и о том, что же вытворил гениальный художник современности Бэнкси. Трампам-пам, вот так вот озаглавим. Ну а пока короткая сегодняшняя дать. 9 октября – Всемирный день почты. Памятная дата ООН установлена в 1969 году. Дата эта выбрана не случайно. В этот день, в 1874 году, был основан Всемирный почтовый союз. В настоящее время членами этой международной организации является 190 стран мира. Международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Так что, если вдруг вам сегодня не привезли почту, это не потому, что они плохо работают, а потому, что они сегодня празднуют. Я думаю, сегодня можно сделать скидку на это. 9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на вершину горы Арарат. Это самая высокая западная вершина Библейской горы. 5156 метров. В те времена гора принадлежала России. Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Порот, русский физик немецкого происхождения, который с 1800 года работал в России. Помимо его ассистентов и проводников, в отряд также входил и 24-летний этнограф Хачатур Абавян, будущий основоположник армянской литературы. 9 октября 1940 года родился известный музыкант Джон Леннон. Один из основателей и участник группы The Beatles, знаменитый певец, поэт и композитор. Популярный музыкант 20 века Джон Леннон и сегодня обладает огромным штатом поклонников и входит в список величайших гитаристов всего мира. В 1963 году о Битл сговорила вся Европа, в 1964 уже их песни пел весь мир. Леннон стал лидером команды. Наряду с музыкальной деятельностью в 1964-65 годах Леннон пишет стихи и дает книги. В 1964 по 1966 Битлы возглавляли все хит-парады. Все существующие находились в зените славы. Ну и конечно же именинники сегодняшнего дня это Тихон, Николай, Иван, Дмитрий, поздравляю, Владимир, Александр и Афанасий. Волонтеры общественного движения помощи уличным животным «Сити Кэтс» решили добавить в календарь еще один месяц, который назвали «Котябрь». Но вернее, таким образом они переназвали «Октябрь». Вернее говоря, новое название «Октября». А теперь вот в течение всего этого месяца по выходным они решили сделать дни открытых дверей в музее кошек. Делается это все для того, чтобы любой желающий мог приютить уличную кошку. Все животные социализированные, побывали у ветеринара и теперь готовы попасть в руки новых добрых хозяев. Эту кошку по имени Мишель заметил на улице один из волонтеров «Сити Кэтс». Вместе со своими друзьями-пушистиками кошка мирно обедала. Но из всей компании только она не отозвалась на человеческий голос. Волонтеру сразу стало ясно – кошка глухая. Бездомное животное отнесли к ветеринару, который подтвердил диагноз. У врача Мишель получила все необходимые перевивки и была простерилизована. На улицу мы не можем его вернуть. Он неминуемо там погибнет, потому что он не сможет уйти от опасности. Он не слышит машин, он не слышит собак, людей, короче говоря. Ему комфортно только в домашних условиях. Он очень социальный, абсолютно такой ностресс. Сегодня Мишель, как и другие котята, живет у временных хозяев. Или, как говорят активисты, находятся на передержке. Все кошки музея – бывшие бездомные животные или те, от которых хозяева решили избавиться. Кого-то из котят нашли в заклеенной коробке, кого-то – в завязанном пакете. Как только пушистики попали в добрые руки, их сразу же привели в чувства. Даже есть фотографии до и после. Некоторых животных просто не узнать. Они попросту обрели новую жизнь. Каждая из них побывала на приеме у врача. И сегодня кошечки абсолютно здоровы. Кто-то приходит, не хочет по фотографии выбирать себе котенка, а хочет познакомиться лично, то есть узнать характер. Бывает так, что приходят за одним котенком и уходят в итоге с абсолютно другим. Также многие люди просто не знают, с чего начать помогать уличным кошкам. То есть они хотят, но не понимают. Они приходят, общаются с волонтерами и так примыкают к движению. Волонтер Майя Волконеску собственный дом превратила в мини-приют. Помогать бездомным животным начала 10 лет назад. Жила она тогда в столице, в небольшой квартире. Но когда кошек стало много, Майя приняла кардинальное решение. Продала свои квадратные метры и купила за городом частный дом, чтобы животным было просторно. Я заказала специально вагончик утепленный. То есть на заказ новый сделанный вагончик. Часть животных живут в доме, половина, половина живет в вагончике. Но он утеплен, там есть камин, если это зима, то есть включается. Я просто к чему это говорю? К тому, чтобы понимали, что мы к ним относимся, как к живым существам. В приюте Майи 50 кошек. Девушка говорит, что нередко животных ей подкидывают к воротам, зная, что она не откажется от пушистика. Другие даже шантажируют. Мол, если не заберете кота, мы его выкинем. То есть им легко стало. А нам думать дальше, чем кормить, как лечить, куда пристроить. И поэтому иногда очень тяжело. Очень тяжело, потому что не хватает сил, не хватает ресурсов. Помочь всей команде волонтеров предельно просто. Можно оплатить лечение кошек в ветеринарной клинике или принести корм для животных. Ну, а если вы решились приютить котенка, питомцы вас ждут. Дни открытых дверей проходят в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов. Адрес музея – Florilar 12, дроп 3. Это деревянное строение при жилом доме. Предварительно посмотреть на кошек можно на страничке общественного движения «Сити Кэтс» в Фейсбуке. Житель штата Мичиган в течение 30 лет подпирал двери 10-килограммовым метеоритом. Американец из города Гран-Терапидс в штате Мичиган в течение 10-летий подпирал двери своего сарая метеоритом, который стоил 100 тысяч долларов. Скромная такая подпорочка для двери, но мало ли, может быть, у него какой-нибудь шикарный дворец. Это лучше всего вписывать в концепцию жилища. Мужчина попросил не называть его имени, он попросил местного геолога по имени Моносербеску. Сербески, наверное, все-таки, да? Это же не наши соотечественники. Может быть, она мормонка? Интересный вариант. Сперва ученая была настроена скептически, подумала, ну, камушек и камушек. Но потом, когда она провела тщательный анализ этого камня, поняла, что он прилетел из космоса, его вес 10 килограммов на 88 процентов. Он состоит из железа и на 12 процентов из никеля. Сербеску сказала, это самый ценный экземпляр из всех, что я когда-либо держала в руках. Причем как с точки зрения науки, так и с точки зрения стоимости. Если в камне с мичиганской фирмы найдут редкие химические элементы, то, соответственно, цена этого метеорита еще возрастет. Сейчас Митсоновский институт в Вашингтоне рассматривает возможность покупки этого космического тела для того, чтобы выставлять его в музее. Да. Владелец метеорита пообещал, что перечислить 10 процентов стоимости в пользу Центрального Мичиганского университета, который изучает геологию. Он отметил, что купил он этот метеорит в 1988 году вместе с фермой. Камень и тогда подпирал дверь сарая. Иногда дети этого мужчины брали его в школу и показывали одноклассникам. На уроке геологии. Ты понимаешь, что я сейчас должен поехать на дачу, подняться куда-нибудь на чердак, посмотреть, не валяется ли там что-нибудь похожее. А вдруг, мало ли. Но, во всяком случае, мы-то точно знаем, как же попал метеорит на ферму. По словам прошлого владельца, они с отцом нашли кратер у себя на участке этой фермы еще в 30-х годах. И оттуда достали этот теплый камень, который впоследствии и стал подпоркой для дверей, во-первых, а во-вторых, героем новостных лент. Есть как минимум два способа использовать метеорит. Первый способ – подпереть дверь сарая. Так. Второй – не важен. Что еще интересного происходит в мире, знает наша коллега Ольга Гриненко. Ей мы слово и передадим в новостном блоке. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Таис, Дима. Удачного начала дня, дорогие телезрители. Вас ждет подборка свежих новостей. Начну я с событий официальных. У вооруженных сил Молдовы появится свой представитель США. Военном атташе Министерство обороны назначило полковника Виталия Микова. Он будет отвечать за обеспечение эффективного сотрудничества между оборонными структурами двух стран, выявлять новые возможности для развития и совершенствования партнерства между Национальной армией Молдовы и вооруженными силами США. Минобороны рассчитывают, что такая мера посодействует стратегическому диалогу по обороне между Республикой Молдова и США. Перед отправкой Микова в Вашингтон с ним встретился глава ведомства Юджин Стурза и пожелал успехов в деятельности. Чиновник отметил, что укрепление отношений военного сотрудничества является приоритетом для Министерства обороны. Полковник накопил солидный опыт в командных структурах Национальной армии, а также учился в США. Хочешь чистоты вокруг – начни что-то делать сам. Таким принципом руководствовались волонтеры, которые навели порядок в столичном парке Валя Трандафирилор. Несколько десятков человек, в основном молодежь, не пожалели времени и усилий, чтобы собрать мусор за отдыхающими. Всех желающих приглашали на субботник посредством социальных сетей. Инициаторы акции рассчитывают своим примером показать детям и всем остальным, как нужно относиться к своему городу. О других актуальных событиях в рубрике «Короткой строкой». Молдова отгуляла национальный праздник – День вина. На площади Великого национального собрания за два выходных дня побывали десятки тысяч иностранцев, причем не только из ближайшего зарубежья. Мероприятие посетили ценители вина из Польши, Италии, Японии и даже Южной Кореи. Свою продукцию представили более 60 винодельческих компаний. Впервые к молдавским производителям присоединились и румынские. Вкусить можно было более тысячи сортов благородного напитка. Дегустация проходила под выступление 20 фольклорных ансамблей, исполнителей и оркестров. День вина провели 17-й год подряд. Цифры о количестве туристов, объеме выпитого вина и прочие данные Министерство сельского хозяйства озвучит в конце недели на специальной пресс-конференции. Объединение ПДС и ППДП даст им преимущество. Политический аналитик Виктор Чобану считает, что «Партия действия и солидарность» и «Платформе достоинства и правда» было бы выгоднее идти на выборы в составе блока. В интервью одному из молдавских порталов Чобану заявил, что обе стороны электорат воспринимает скорее вместе, чем по отдельности. По мнению аналитика, эта формула хорошо себя зарекомендовала в двух избирательных кампаниях – в президентской и в кампании по избранию столичного примара. Бывший мэр Белтс Ринато Усатый прокомментировал взрыв многоэтажки столичного сектора Рыжкань. На своей странице в соцсетях он написал, что печальная новость, помимо скорби, вызвала в нем возмущение. Поскольку это не первый взрыв газового баллона в молдавской столице, Усатый назвал город небезопасным. По его мнению, низкий уровень жизни заставляет людей пытаться сэкономить на всем, поэтому они используют газовые баллоны там, где это недопустимо. Усатый написал, что раненые и оставшиеся на улице люди растерянно смотрят в неопределенное будущее и принес соболезнования семьям погибших и пострадавших. Фильм «История Молдовы» принес создателям награду ТЭФИ. Темой прошедшего в Ташкенте фестиваля в этом году был образ родины «Время, место, судьба». На суд жюри представили 13 работ из 12 стран СНГ. В фестивале приняли участие фильмы исторической, биографической, социальной и философской тематики. Трилогия «История Молдовы» рассказывает о событиях многовековой истории страны. Проект сняли под патронатом президента Игоря Дадона. Также награду получили молдавские журналисты, создатели фильма «На буджакской волне». В следующем году фестиваль ТЭФИ «Содружество» будет принимать Молдова. Грандиозное ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в постановке Ильи Авербуха и в исполнении российских фигуристов покорило публику в итальянской Вероне. Не забываемым этот вечер сделал и легендарный певец Тото Кутуньо. А за полночь на арене Диверона прозвучали поздравления в адрес президента России Владимира Путина, который накануне отметил день рождения. До последнего организаторы не понимали, смогут ли фигуристы кататься под проливным дождем. Арена Диверона – открытый амфитеатр. Впервые в истории на ней залили лед, а тут ливень. Но разве что-то может испугать олимпийских чемпионов. Шоу начинается и дождь стихает. В «Ромео и Джульетте» катаются сразу шесть именитых фигуристов. Татьяна Татьмянина, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Алексей Ягудин. Билеты на шоу покупали еще в августе. Такого Верона, конечно, еще не видела. А еще Тото Кутуньо в финале. Он так и называет ее «Ваша песня». Наверное, итальянцы не любят так итальяна Вера, как русские зрители. В этот вечер Кутунья пел и на русском «Подмосковные вечера» и «Очи черные». Ровно в полночь, 7 октября, на сцену поднимается мэр Вероны. И поблагодарив Россию за шоу, фестиваль «Русские сезоны», который идет в Италии, поздравляет российского президента. И в заключении я хочу сказать, что сегодня, 7 октября, день рождения Владимира Путина. С днем рождения! Фестиваль «Русские сезоны» в Италии продолжается. Одно из ключевых событий еще впереди – выставка Третьяковской галереи. Это все новости к этому часу. Нашим телезрителям желаю получить с утра максимальный заряд бодрости. Ну а я продолжу следить за главными событиями в стране и мире. Дима, Таис, вам слово. Оля, огромное тебе спасибо за утреннюю подворку новостей. Продолжим нашу программу. В то время как в нашей столице одевают скульптуры, закутывают их в шарфики и шапки, температурные… Меня бы кто закутал, уже холодно. Рано, рано, потому что синоптики обещают хорошую погоду. Действительно, бабье лето к нам вернулось, и температурные максимумы дойдут до 22 градусов на этой неделе. Бабье лето вернулось, мужицкое лето где? Оно прямо сейчас настало. Вот советую тебе строить планы, побольше времени проводить на свежем воздухе, любоваться природой. Ну а мы пока уходим на небольшую рекламу. Данный материал содержит элементы рекламы. Скульптор из Нидерландов Маргарит Ван Брифорд представила публике свое новое творение. Автор Ждуна, который превратился в мем, показала в своем инстаграме новую скульптуру. Да, я, кстати, ждал, ждал, что мне кто-нибудь на день рождения Ждуна подарит. Надеялся. Я даже на листике желаний, понимаешь, записал. Я возьму на замесочку. Скульптура представляет собой морщинистое тело телесного цвета. Из-за складок и большого носа грузное существо похоже либо на меня в воскресенье, либо на лежащую собаку или тюленя. При этом задние конечности и человеческие ноги. В подписи к публикации Брифорд объявила, что посмотреть на ее творение можно на выставке в голландской Гаге. Ему нужно имя, заметила Аня, добавив, что это имя должно быть на английском языке. Подписчиков новое творение Брифорд привело в восторг. Они принялись придумывать множество разных имен. Нет, Ждун и правда был шедевральным. Это шикарно. Но вот теперь не находишь ли ты определенного свойства? Смотри, она скульптор из Нидерландов. Так. Так. Да. И очень странная скульптура. Давай еще раз я придумаю. Нидерланды. Я поняла. Очень странная скульптура. Да, англоязычные комментаторы начали предлагать свои варианты для названия этой скульптуры. Кто-то предлагает Сэдди. Это для того, чтобы обыграть грустный вид этого существа. Вторые, наоборот, отметили его схожий с родливым щенком, поэтому предлагают назвать его Пагли. Вот. Наибольшую изобретательность проявляют фанаты из России на данный момент. Там вариации просто бомбические. Вот, например, Взгрустун, Ревун, Смиренец, Жирун, Хачун, Врун, Ползун и Тюлени Шарпей. Смотри, я тебе говорил в начале этой новости о том, что где-то он похож на меня. Вот смотри. Взгрустун, Смиренец, Жирун, Хачун, Врун, Ползун. Все про тебя. И Тюлени Шарпей. Прям про меня. Про меня. Напомним, конечно же, что Ждун стал мемом в 2017 году. Он стал популярен после публикации в интернете фотографии скульптуры Маргарит. Со слов автора она посвятила Ждуна посетителям поликлиники, которые ждали своей очереди. А вот кому посвящена новая скульптура, пока неизвестно. 3D-модели. С помощью этой технологии можно делать все, что угодно. И даже людей. Вот до чего техника подошла-то, да? И спрос на этих людей куда больше, чем на живых, потому что они идеальны. Только они пока не разговаривают. А может быть, они поэтому идеальны? Может быть. Но это они пока не разговаривают, все это не за горами. Конечно же, а что с ними можно делать, смотрите прямо сейчас в нашем сюжете. Завораживающее, невероятное, совершенное, вот лишь небольшое количество эпитетов, которыми наградили эту новую звезду Инстаграма всего за пару месяцев с момента ее появления в интернет-пространстве. Девушка по имени Шуду не имеет проблем с фигурой, у нее нет мешков под глазами, а еще она не существует. Шуду – первая в мире диджитал-модель, нарисованная британским фотографом Кэмероном Джейсоном Уилсоном. Кажется, только он и может распознать подделку. О, она такая невероятная, очень красивая и длинная шея. У нее такие глаза, она как будто пытается мне что-то сказать через фотографию. Так же думают и производители модной одежды. Бренды все чаще заказывают на съемки именно таких красивых 3D-манекенов. Рост, вес, цвет глаз, даже количество веснушек. Благодаря компьютеру будет все, как ты захочешь. Человек, хороший специалист, он может в точности повторить то, что человек видит на экране. Ну, что-то существует в реальности. Вот только пока дизайнеры радуются, психологи бьют тревогу. Реальные женщины такой конкуренции могут просто не вынести. Сейчас очень много людей, которые стараются изменить себя. Причем печально то, что молодежь не понимает, что через 10-15 лет возможности возврата уже не будет. Это нереальные женщины. И вот эта нереальность, она начинает предъявлять реальным людям, живым, определенные требования. Действительно, сравнение с виртуальной женщиной заведомо проигрышное дело. Нам никогда не приблизиться к совершенству настолько близко. А значит, нужно становиться совершенством исключительно в своих собственных глазах. Уверена, плюс-сайз модель Юлия. Девушка с самого детства испытывала давление. Ты не такая, как нужно. В один прекрасный момент она просто перестала прислушиваться к такой неконструктивной критике. Нужно быть готовой ухаживать за телом, выглядеть хорошо. Кожа, тот же вот как раз-таки тонус этой кожи, как выглядит целлюлит, как будет купальник смотреться и так далее. Нужно суметь подстроиться под нужного рекламодателя. Получается, как ни крути, индивидуальность решает все. И ни одна нарисованная красотка не сможет соревноваться с женщинами в живом общении. А значит, нужно воспринимать новый тренд не более, чем еще один вид творчества. Смотреть, но не трогать. Не так давно мы вам показывали видео, которое поразило всех жителей Соединенных Штатов Америки. Это видео двойника Трампа. Многие думали, вы сейчас видите этого человека, многие думали, кто это Трамп, а может быть это двойник его, может быть старший брат, может быть брат-близнец, которого сам Дональд Трамп выгнал из семьи, чтобы не делить с ним свои денежки. Тем не менее, есть все-таки предположение, что это был сам Трамп. Да, соглашусь. Дальше лучше, все новые курьезы происходят с президентом Соединенных Штатов Америки. Дима, рассказывай. Да, рассказываю с удовольствием. Дело в том, что пользователи сети в Соединенных Штатах Америки высмеяли президента Соединенных Штатов за появление на публике с куском туалетной бумаги, которая приклеилась к ботинку. С кем не бывает. Да, там получается глава Соединенных Штатов Америки поднимается по Трампу самолета, при этом не замечает гигиеническое средство. Видео, естественно, быстро распространилось по интернету, набрало более трех миллионов просмотров буквально за первых пару часов. Некоторые пользователи интернета обратились к главе Белого дома напрямую, написали ему в Твиттере, вы должны уволить человека, который следит за туалетной бумагой. Это был один совет. Нет, 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 сейчас появится вакансия на человека, который следит за ботинками Дональда Трампа. Ты видела, какой кортеж за ним собирается? Ну, хоть кто-то. Там есть специалисты по охране, там есть специалисты по, я не знаю, хакингу и так далее, и так далее. Почему нет человека, который следит за его ботинками? Понимаешь, когда сзади армия из 200 человек, плюс один человек, ну это же несущественно. Несущественно. Ну вот, чтобы не попадал, он впредь в такие ситуации. Уберите бумажку с ботинка, гласили другие. В общем, многие комментаторы, конечно же, осмеяли президента. Они предположили, что Трамп, вероятно, так надоел своему окружению, что те намеренно не сказали ему о подобном курьезе. Мне кажется, лучшим все-таки был комментарий, где написали, нет, это была Конституция. Вот так, любопытный комментарий. После участия в конкурсе Румынии Ауталент, Ева Тимуш снова вернулась в Румынию. И для того, чтобы покорить жюри и публику конкурса в очи Румынии. 15-летняя исполнительница выбрала песню «Адель» «Скайфолл». Спустя несколько секунд после начала исполнения, певица Ирина Раймс воскликнула «Я знаю этот голос» и нажала на кнопку, развернувшись к Еве. Ты видишь, как одна молдаванка узнает другую молдаванку. Приятно. Больше всех был уделен Смайли, который не узнал Еву даже после того, как она закончила свое выступление, хотя он-то ее знает. Привет! Напомним, Ева Тимуш участвовала летом в 2015 году в детской версии «Новой волны», затем она приняла участие в конкурсе «Некст Стар», который проходил в Румынии, а уже в 2016 году вышла в финал детского конкурса «Голос дети». А через год ей удалось попасть в полуфинал конкурса «Румыния Ари Талент». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красота и мода – это вещь такая непостоянная, и как же сложно постоянно оставаться в тренде, при этом следя за новинками. Как все это успеть? И самое важное, как достичь в этом действительно хороших высот, знают наши сегодняшние гости. У нас сегодня в гостях победительницы международного фестиваля красоты «Невские берега», который проходил в Санкт-Петербурге. Это Габриэла Черебаш и Юлиана Сватойко. Доброе утро, девочки! Доброе утро! Ну что, понятия красоте у нас и в Питере различаются или, в принципе, все одно и то же? По идее, все одно и то же, только на разном уровне, наверное. То есть, насколько это хорошо делается, насколько профессионально, качественно. Давайте по-другому. Молдаванки красивее? Самые красивые. Вот, это главный вопрос. Спасибо за то, что приехали к нам в гости. Шучу, продолжаем беседу. Скажите, пожалуйста, вообще сложна ли была вот эта борьба? Потому что я понимаю, что в этом фестивале номинации великое множество категорий от А до Я. В каких категориях принимали участие вы? На что вы номинировались? Я принимала участие в модной категории, в дневной и вечерней прическе, в модной категории для новобрачной. Так, а вы, маленькое уточнение, парикмахер-стилист, правильно? Парикмахер-стилист, да. Сложно ли это было? Ну, сложнее, чем мы ожидали, скажем так, честно. Так. Настроились мы на сложную, но было еще сложнее. И вот. Слушайте, вот тогда к вам сразу, как к профессионалу, ожидает меня сегодня мероприятие одно. Вот какую бы вечернюю прическу вы им бы посоветовали? Вот что сейчас в тренде? Накрутить, объемчики поднять? Распустить, начесать, сбрить, может быть, все в конце. А с бородой что делать, в конце концов? Юлиана, соберитесь, вы профессионал. Ну, когда я увидела там стилиста с синей бородой, я поняла, что можно, в принципе, все. Можно все, границ нет. Можно все, да. Так, ну а по вечерним прическам? По вечерним прическам, конечно, конкурс. Это конкурс, это конкурсные работы. У нас же все-таки девочки предпочитают максимально натуральные, да, скажем так, максимально легкие. То есть так нормально? Прекрасно. Мы говорим о девочках. Слушайте, ладно, давайте по-другому. Что в тренде, вот вы говорите, есть определенные отличия и так далее, и так далее. Стоит ли обращать внимание на тренды или делать то, что нравится? Обязательно. Обязательно? Обязательно. Обязательно обращать внимание на тренды. Обязательно на тренды, конечно. То есть не только вкусом собственным и единым. Хорошо. У меня вопрос теперь и к вам, Габриэла. Вы в каких номинациях, вы кто в профессии и за что вы боролись? Я визажист, я занимаюсь и делаю макияж. Участвовала я во всех, получается, номинациях, которые были у визажистов. Первое – это фэнтези-мейкап, то есть это, получается, рисунок и, в общем, образ, то есть все создается в целости. Второе – это колор-смоки, то есть это вечерний макияж, уже что-то более ближе к реальности, то есть к тому, что носится. Третье – это креативный макияж и четвертый – фэшн. Слушайте, вот вы сказали про вечерний макияж, мне сегодня вечером на мероприятие нужно идти. Давай этот вопрос задам я, чтобы не вызывать подозрения у зрителей. Еще у меня вопрос по поводу того, что я так понимаю, что вы не единственные представительницы, победительницы, потому что команда была большая, это была объединенная команда Приднестровья и Молдовы, то есть среди наших девочек есть еще и другие победительницы. Какие, в каких номинациях? Есть еще одна девушка, которая с Приднестровья. Даниела Данилова, если я не ошибаюсь. Какие точно места, я уже не помню, я в эмоциях, наверное, все, ничего вокруг не видела, но она тоже молодец, тоже заняла призовые места рядышком с нами, у нас есть материал, есть видео, там все видно, то есть мы все на этих призовых местах, то есть первое, второе, третье. Слушайте, расскажите про кубки, что это за штуки такие, за что получили? Это вот те самые, которые вы из Питера привезли? Да, те самые, да. А у вас был отдельный багаж для них, отдельный чемодан, вы готовились? Нет, это надо везти только с собой. Если честно, я когда вышла со сцены, Юля меня встречала, говорит, дай тебе помогу, я говорю, нет, все, я ее, все, я ее, все, я ее, все, я ее, заработала. Смотрите, с кубками есть одна такая очень важная традиция, потому что кубок не считается завоеванным, полученным, пока вы не наливаете какой-нибудь алкогольный напиток доверху, и вот так вот полностью прибыв на родную землю, необходимо это опрокинуть в себя. Если честно, мы ожидали сегодняшнего дня, и мы это исполним, да. Понятно. Ну, то есть только программа утренняя, я предлагаю кофе туда дарить, и, в общем, взболвиться. Эффект не тот, Танис, эффект не тот. Ну, ладно, есть у нас к вам еще один очень важный вопрос. Дело в том, что время от времени мы подставляем наших гостей, ну, смотрите, понимаете, как бы, ваша профессия – это ваша профессия, это, конечно, чудесно, но надо разбираться и в каких-то социальных моментах, и поэтому мы с гостями зачастую обсуждаем какие-либо темы. Новость такая, Соединенные Штаты Америки полностью остановили поставки нефти в Китай. Как вы можете это откомментировать? Что мы скажем, молодцы, что ли? Интересно. Юлиана, ваша версия. Я встану на защиту девочек. У меня к этому тоже комментариев нет, потому что девочки отвечают за сферу красоты. Но ты же понимаешь, что это в определенной степени шантаж, который сейчас проводится в адрес Китая. Дима, а что ты рассчитаешь? Я только что ответил. Я против шантажа. Я считаю, что все торговые отношения должны развиваться добровольно, а не в этом случае принудительно. Поэтому я против этих санкций. Даешь поставку нефти в Китай. Так примерно мы заглавим наше интервью. Ну, конечно же, мы, девочки, желаем вам дальнейших побед. Только еще скажите, вы на что еще рассчитываете? Куда дальше? Какие новые высоты будете уходить? Ну, сначала на чемпионат мира. А с этого давайте попарим в мир. Ну, пока мы еще не знаем, где и как он будет проходить. К этому нужно готовиться, конечно. Трудна вообще подготовка? Долго ли? Наверное, не настолько трудно, не знаю, тренироваться, насколько трудно эмоциями все это пережить. Потому что, да, морально это... Просто спортсмены, знаете, они же как? Перед какими-то соревнованиями они там 2-3 тренировки в день, правильные диеты. У вас есть что-то такое? Макияж, 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 макияж. 15 макияжа в день, я должна это сделать. Мы приехали в Санкт-Петербург, заселились в отель. И, получается, это было за 3 дня до конкурса. Ну, так получилось, так нам нужно было. И с утра до ночи мы тренировались. Если мы спали 2 часа в сутки, это было еще хорошо. А сертификаты это вот за победы, да? Это те самые дипломы, вожделенные, долгожданные. Давайте покажем их. Вот, да, слушайте, это действительно все очень стильно. Смотрите, первое место, первое место, первое место. Могут наши, да. Ну что, я понимаю, что нам еще в сфере красоты развиваться и развиваться. Я сейчас про нас стою. Я уже раз в этого объясню. Ребят, я про себя сейчас больше, у меня таких сертификатов нет, будем работать. Вам спасибо за то, что представили так гордо нашу страну, за то, что нам есть чем гордиться, помимо того, что наши девочки самые красивые в мире. Они еще и умеют делать самыми красивыми других девочек в мире. Не самых красивых других девочек в мире. Ну что, вам спасибо за то, что приехали к нам в гости новых побед. Спасибо большое. Ну что ж, а вас, дорогие друзья, доброго утра. Продолжаем нашу программу. Если бы я просыпался в 4 часа утра, то моим первым было бы словом, которое я бы произнес в это время... Оно культурное, подожди. Да, оно... Нет, это помимо того, понимаешь, что идет автоматически сразу, когда звенит будильник. Но первое слово было бы «Где?» Примерно таким вот голосом. А расшифровывается это, знаешь, как? Как? Во-первых, «Где мои силы для того, чтобы проснуться?» После этого «Где мой кофе для того, чтобы взбодриться?» Ну и принесите мне кто-нибудь домашние тапочки. Вот прямо сейчас, если ваш день начинается все-таки несколько полегче, чем мой, советуем вам готовить себе чашечку ароматного, вкусного. Аккуратненько потягиваться, будьте осторожны, потому что резкие движения могут нанести вред с утра вашему организму. Мы скоро вернемся, у нас перерыв на короткую рекламу. Генеральный спонсор передачи – Нес Кафе. Данный материал содержит элементы рекламы. Что вы знаете о перформансе, а о современном искусстве? Картина самого знаменитого уличного художника Бэнкси, которая по-прежнему не раскрывает своего инкогнито уже на протяжении многих лет, совсем недавно была продана на аукционе «Сотбис» в Лондоне, и после этого самоуничтожилась. Да, продали ее где-то за миллион евро, даже чуть больше. А вы себе только представьте, вот на секундочку, на коротенькую, маленькую секундочку, лица тех людей, которые отвалили, извините за эту картину, миллион триста тысяч долларов, а после этого, когда поднялся молоточек продавца, она просто взялась и разрезалась спрятанным внутрь шреддером. Это такое устройство для измельчения бумаги. Вы себе только представьте выражение лица людей, которые вот эту вот кучу денег просто взяли и вывалили на стол. Бэнкси разместил в своем инстаграме то, кстати, как он это сделал. Как какое-то время назад он поместил в раму этой картине тот самый шреддер, и для того, чтобы именно на словах «going, going, gone», то есть «продается, продается, продается, продано», которые обычно говорят на аукционе, чтобы картина начала самоуничтожаться. Есть версия, что там сидел человек специально обученный, который кнопочку эту включил. То есть несколько лет он сидел в картине, маленький такой карлик, да, который прятался? Нет, я имею в виду на аукционе был, конечно же. Но, судя по лицам очевидцев, никто такого подвоха не ожидал. Это видно как на фото, так и на видео. А уж тем более покупатели картины. Так я и говорю, если бы я выложил миллион триста тысяч долларов, но у меня, конечно, нет таких денег, я человек скромный, но если бы я выложил такие баблища, то, наверное, я бы очень быстро сидел вместе, знаешь, вот одновременно с тем, как уничтожается картина. Ну, кстати, Бэнкси был хитер, потому что картина не самоуничтожилась до самого конца. То есть есть вероятность, что, может быть, ее продадут повторно. Да. Интересно. Ну, мне больше всего понравилась фраза генерального директора этого аукционного дома, Алекса Брандика, который сказал, кажется, нас только что обэнксили. Ах, какая игра словка. Это уже становится таким нарицательным словом. Чудесно. Да. Воистину, людей искусство трудно понять, о некоторых невозможно. Ну, а новости, о которых рассказывает наша коллега Ольга Гриненко, понять гораздо легче. Ольга, доброе утро, тебе слово. Доброе утро, Таис, Дима, удачного начала дня, дорогие телезрители. Вас ждет подборка свежих новостей. И начну я с событий официальных. У вооруженных сил Молдовы появится свой представитель США. Военном атташе Министерство обороны назначило полковника Виталия Микова. Он будет отвечать за обеспечение эффективного сотрудничества между оборонными структурами двух стран, выявлять новые возможности для развития и совершенствования партнерства между Национальной армией Молдовы и вооруженными силами США. Минобороны рассчитывают, что такая мера посодействует стратегическому диалогу по обороне между Республикой Молдовы и США. Перед отправкой Микова в Вашингтон с ним встретился глава ведомства Юджин Стурза и пожелал успехов в деятельности. Чиновник отметил, что укрепление отношений военного сотрудничества является приоритетом для Министерства обороны. Полковник накопил солидный опыт в командных структурах Национальной армии, а также учился в США. Хочешь чистоты вокруг – начни что-то делать сам. Таким принципом руководствовались волонтеры, которые навели порядок в столичном парке Валя Трандафирилор. Несколько десятков человек, в основном молодежь, не пожалели времени и усилий, чтобы собрать мусор за отдыхающими. Всех желающих приглашали на субботник посредством социальных сетей. Инициаторы акции рассчитывают своим примером показать детям и всем остальным, как нужно относиться к своему городу. О других актуальных событиях в рубрике «Короткой строкой». В Румынии провалился референдум по изменению Конституции, который должен был привести к запрету однополых браков в стране. К участию румынское посольство призывало и обладателей гражданства Румынии, проживающих в Молдове. Центральное избирательное бюро сообщило, что явка составила менее 20,5%. Для признания плебисцита состоявшимся требовалось участие не менее 30% имеющих право голоса граждан Румынии. Инициаторами референдума выступили консервативная коалиция за семью и ряд групп близких православной церкви. Они настаивали на изменении формулировки понятия «брак» с «союза между супругами», как это обозначено в основном законе сейчас, на формулировку «союз между мужчиной и женщиной». Инициативу раскритиковали правозащитники и ряд депутатов Европарламента. Оппозиция Румынии теперь требует отставки правительства и обвиняет его в напрасной растрате 10 миллионов долларов на проведение голосования. Президент Молдовы не оставил без внимания день рождения российского коллеги. Накануне Игорь Дадон искренне пожелал Владимиру Путина крепкого здоровья, многолетнего служения России и россиянам новых личных достижений. В поздравительном послании президент отметил, что глава Российской Федерации соединяет в себе лучшие черты современного лидера и выразил признательность за передаваемый Владимиром Путиным бесценный политический опыт и мудрую поддержку пошаговой динамики молдороссийского диалога. 7 октября, свой 66-й день рождения, Путин отпраздновал в кругу родных, близких и друзей. Миндальный урожай начали собирать молдавские аграрии, которые надеются превзойти прошлогодние показатели. В 2017-м на экспорт в Евросоюз отправили почти 450 тонн миндаля. Килограмм орехов стоит от 200 до 300 леев. Не самую популярную сельхозкультуру в Молдове выращивают в 22 хозяйствах. Почти вся продукция отправляется на заграничные рынки. В нашей стране выращивают 5 молдавских сортов, их разработали в Институте плодоводства и более 10 зарубежных. Молдова отгуляла национальный праздник – День вина. На площади Великого национального собрания за два выходных дня побывали десятки тысяч иностранцев, причем не только из ближайшего зарубежья. Мероприятие посетили ценители вина из Польши, Италии, Японии и даже Южной Кореи. Свою продукцию представили более 60 винодельческих компаний. Впервые к молдавским производителям присоединились и румынские. Вкусить можно было более тысячи сортов благородного напитка. Дегустация проходила под выступление 20 фольклорных ансамблей, исполнителей и оркестров. День вина провели 17-й год подряд. Цифры о количестве туристов, объеме выпитого вина и прочие данные Министерство сельского хозяйства озвучит в конце недели на специальной пресс-конференции. Награду высшей пробы принесли своей стране 15 гимнасток, которые показали отличные результаты на международном турнире в Болгарии. Молдову представляла команда спортивной школы Олимпийского резерва столицы. Девочки достойно проявили себя как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Две недели назад команда молдавских гимнасток одержала другую убедительную победу на международных соревнованиях, проходивших в Боснии и Герцеговине. Они вернулись домой с 10 золотыми медалями, став лучшими среди спортсменок из 12 стран. О других новостях спорта в нашем обзоре. В Молдове прошел международный чемпионат по оборонительной стрельбе. В нем приняли участие 30 стрелков из нашей страны, а также Украины и Румынии. Каждому из них пришлось пройти 10 испытаний. Одно из них – отстрел от группы условных нападающих. Победители соревнований получили медали и дипломы. Этот вид спорта основан на ассоциации практической стрельбы, для того, чтобы рядовой пользователь имел возможность повысить свои практические навыки владения оружием. Триумфальное выступление молдавских спортсменов на чемпионате мира по K1 среди любителей. Андрей Аврамов, Сергей Михайлов и Дон Накель. Все трое борцов одного клуба из Камрата заняли первые места и вернулись из Латвии с золотом. «Спасибо всем, кто за нас болел и кто в нас верил. Вместе мы сила», – заявил после объявления результатов тренер спортсменов Эдуард Кися. Чемпионат мира по K1 проходил 4-7 октября в Риге и собрал участников из 14 стран мира. В Гагаузи в минувшее воскресенье состоялся пятый региональный веломарафон. Он проходил одновременно в трех райцентрах автономии – Камрате, Чадырлунге и Вулканешть. По всему маршруту колонну сопровождали экипажи патрульной полиции, а движение обеспечивали волонтеры, прошедшие соответствующую подготовку. В рамках мероприятия состоялся и розыгрыш ценных призов. По данным организаторов, во всех трех марафонах приняли участие порядка 400 любителей велоспорта. Мужская сборная Молдовы заняла 31 место среди 185 команд на Всемирной шахматной олимпиаде, которая завершилась в Батуми. В последнем матче наша команда уступила команде Узбекистана со счетом 1-3. Виарил Ерда Кеску и Никита Морозов сыграли в ничью, а Виарил Балаган и Дмитрий Светушкин уступили своим соперникам. Победителем Всемирной олимпиады стал Китай, второе и третье места достались США и России. Это все новости к этому часу. Нашим телезрителям желаю получить с утра максимальный заряд бодрости. Ну а я продолжу следить за главными событиями в стране и мире. Дима, Таис, вам слово. Оля, огромное тебе спасибо за утреннюю подборку новостей. Мы продолжим нашу программу новостями менее официальными. Дима, я хочу говорить побольше о прекрасном. Давай, обо мне. Не только о тебе, не только о медведях и не только о китайцах, которые проверяют предметы на прочность своими пятыми точками. К чему призываешь вечно ты. Вот, например, скульптуру маленького принца в столичном парке Валя Морилор приодели к зиме. Видимо, для того, чтобы он не замерз и не простыл. Да, скульптуру маленького принца, правда, укутали в шерстяную шапочку и шарфик, теперь ему можно не бояться зимы, сделала это столичная жительница Александра Устинова. И фотографии местной достопримечательности тут же разлетелись по всем социальным сетям. Ну еще бы. Жителям столицы эта идея очень понравилась. Многие с удовольствием фотографировались возле обновленной скульптуры маленького принца. Александра сказала, как только не натягивали на него эти шарф и шапку. Я сколько раз мимо шла, столько раз там что-то и менялась, прокомментировала создательница этого зимнего гардероба. Ты знаешь, я теперь понимаю одну вещь. Для меня всегда большая проблема найти себе подходящую шапку. Теперь, в принципе, я знаю, где найти подходящую шапку. Размерчик, боюсь, не подойдет. Давай проверим. Напомним, что скульптура маленького принца появилась в парке Валя Морилор в августе этого года. На ограждении набережное место обычного шара можно обнаружить астероид Б-612 и его обитателя. Автор этого проекта, иллюстратор и дизайнер Игорь Удушевый. Такой вид уличного искусства очень распространен в Европе и в Штатах, когда в ход идут шарфики, шапки и варежки для того, чтобы украсить уличные элементы, скульптуры или же деревья. Кстати, это носит название yarn bombing или же вязаная граффити. Говорят, что эта акция зародилась в США для того, чтобы бездомным людям было во что укутаться, сняв с дерева шарфик. Но в любом случае, это очень придает уюта окружающему миру и делает его действительно прекрасным. Вот как сделать себя более прекрасным, чтобы идеально вписываться в прекрасный окружающий мир, об этом не понаслышке знает Кристина Курачева. Вот давайте ей сейчас и передадим слово. Сегодня мы поговорим о сенсационном уходе, который предотвращает признаки старения кожи. Биоплазма – что это такое и кому она подходит, расскажет косметолог Наталья Рум. Биоплазма – это процедура, которая работает на 10 признаков как старения, так и предотвращения старения кожи. То есть она подходит тем, у кого купероз, у кого сухая кожа, обезвоженная, у кого гиперемия. Она подходит очень хорошо многим женщинам даже в период лактации и беременности. Также процедура подходит для женщин с пигментацией, тонкой и чувствительной кожей и кому нужен ровный цвет и тон лица. А ведь это именно то, что нужно после жаркого лета. Этапы процедуры, которые я сделала сегодня Кристине, это были первое – очищение кожи, затем нанесение пилинга, который подготавливает кожу к основным ингредиентам по этапу уже нашей процедуры. После этого наносится специальная сыворотка, которая придает коже влагу и питает ее. Затем мы наносим уже активизирующую маску, ревитализирующую, которая очень хорошо дает коже именно обновление и дыхание изнутри. И после этого мы подбираем уже крем по типу кожи, который хорошо освежает, успокаивает после данной процедуры. Основная цель процедуры – это процедура красоты. Она показана как невестам, а сейчас сезон свадеб, так и на юбилей, на любое мероприятие. Она очень хорошо освежает кожу, дает сияние и такое ощущение, как будто она у вас покрыта жемчугом. Также эта процедура очень хорошо подходит как антиэйдж. Как уже мы говорили, она подходит для любого типа кожи, для любого возраста. Я очень люблю эту процедуру, особенно в осенне-зимний период. Делая процедуры, соответствующие осеннему периоду, мы не только решаем текущие проблемы, но и подготавливаем кожу к зиме. Таким образом, уход за кожей – это непрерывный процесс. И если этот процесс идет поэтапно и гармонично, то кожа не будет страдать от погодных условий. Любите себя и ухаживайте за своим телом. Радостная новость. В столичном зоопарке родился впервые за долгое время детеныш Ламы. Вернее, теперь ее можно увидеть. Лама по кличке Елена родилась еще три месяца назад, но теперь за ней можно наблюдать, так как до этого ее все время прятали, поскольку она была мала. А теперь ты себе представляешь, вот ее зовут Елена, и как приятно ей, когда Иоанн Андреевич Суручану поет песню «Елена». Понимаешь? Это же для нее. У многих, собственно, возник вопрос. Откуда такая чудесная вариация имени для Ламы? Потому что, согласись, Лама по имени Елена – это немного странновато. Тем не менее, поясним. Появилась она на свет 3 июня, когда отмечается христианский праздник святой Константина и Елена. Они хотели назвать девочку Ламы Константином, но подумали, что лучше все-таки Еленой. Сотрудники зоопарка говорят, что она непривередлива в еде. Помимо материнского молока, ест все то же, что едят ее взрослые родители. В администрации зоопарка говорят, что в этом году у них демографический взрыв. Родилось более 20 детенышей. Это и 4 полярных волка, и 2 кенгуренка, и рысь, и венгерский бык. Посетители зоопарка рассказали, что они в восторге от детенышей. А сотрудники зоопарка пообещали, что к концу года в зоопарке появится еще несколько маленьких зверят. Несмотря на свой маленький возраст, лама по имени Елена уже обладает некоторыми вредными привычками. Дело в том, что ламы в силу своего вредного характера плюются. Самцов лам используют как вьючных животных для перевозки всевозможных грузов через длинные горные хребты по узким тропам, на которых не поместится ни другое одно транспортное средство. Так вот, если вес груза превышает 50 килограммов, то лама просто садится и говорит, не хочу я. Можешь заставлять меня как угодно перед носом морковочку повесить, не пойду. А если ее начинают заставлять куда-то идти, она просто плюет в лицо. И то правильно. Надо уметь отстаивать свою жизненную позицию. Мол, устал, не пойду дальше никуда. Вот вам плевок в лицо. Вот понимаешь, это лама. У нас мужики время от времени два мешка цемента на плечи вскидывают, понимаешь, каждый по 50 килограмм. На то не мужчина. Мужчина, да, это звучит гордо, но это не вьючное животное, а то вьючное животное. 50 килограмм. Видишь ли, она капризничает и плеваться начинает. Давай-ка узнаем, стоит ли тебе беспокоиться по поводу перспективы таскать тяжелые мешки сегодня, либо ждут ли тебя и всех нас какие-то каверзные ситуации. Плевки в лицо. Вот. Или же придется оставить свои позиции. Обо всем об этом поговорим в гороскопе, который прямо сейчас последует. Овин. Совершенно избежать трудностей сегодня вряд ли удастся. Вы нетерпеливы, остро реагируете на критику, близко к сердцу принимаете любые замечания. Не исключены разногласия с людьми, с которыми прежде удавалось без труда договориться обо всем. Телец. Будет много переживаний и волнений. Часто они лишены каких-то серьезных оснований. Сегодня вы склонны любой пустяк принимать близко к сердцу, терять спокойствие из-за мелочей. Не исключены рабочие конфликты с коллегами и деловыми партнерами. Будет трудно найти общий язык. Близнецы. Неплохой день, хоть и не слишком плодотворный. Лучше всего он подходит для общения, а в особенности для обсуждения планов на будущее. Такие разговоры вдохновляют вас, даже если собеседнику не по вкусу ваши идеи и замыслы. Не исключены приятные знакомства. Рак. В начале дня многое будет идти не так, как вы ожидали, но переживать вы будете не столько из-за этого, сколько из-за поведения окружающих. Кажется, что даже самые разумные и осторожные теряют голову, паникуют и совершают один промах за другим. Исправлять чужие ошибки придется вам, и это может оказаться довольно утомительным занятием. Лев. День сам по себе неплох, но вы рискуете испортить его, если будете слишком большое значение придавать мелочам. Нет ничего обиднее, чем зациклиться на какой-то незначительной проблеме и упустить важную возможность пройти мимо проекта, обещающего большой успех. Дева. Благоприятный день для самых разных дел. Вы энергичны и стараетесь каждую минуту использовать с толком, поэтому успеете сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Будет возможность побывать на каких-то интересных мероприятиях, а заодно познакомиться с необычными, даже выдающимися людьми. Весы. Непростой, но благоприятный день. Вы быстро учитесь новому, легко усваиваете информацию, которая может пригодиться. Сегодня это полезно. Могут появиться задачи, для решения которых старого опыта окажется недостаточно. Скорпион. День спокойный и приятный. Он подходит для того, чтобы вернуться к старым делам и довести их до конца. Будет возможность исправить какие-то давние ошибки, наверстать упущенное. Если что-то идет не так, как ожидалось, вы не теряйтесь, а вдохновенно импровизируйте. И именно это позволяет достичь успеха. Стрелец. Можно добиться успеха в работе или учебе, но для этого придется приложить усилия. Многие стрельцы сегодня предпочли бы расслабиться и приятно провести время в хорошей компании. Но для представителей знака это едва ли возможно. Нужно быть осторожнее с деньгами. Козирог. Вы стараетесь как можно скорее добиться успеха, но усилия часто оказываются напрасными. Очень трудно придется тем, кто не любит строить долгосрочные планы и предпочитает действовать по ситуации. Таким представителям знака отсутствие разработанной стратегии помешает достичь поставленных целей. Зато могут помочь советы окружающих. Водолей. День сложится удачно, если вы не станете ждать от него слишком многого. Ставить перед собой нереальные цели сегодня просто опасно. Пытаясь достичь их, вы рискуете допустить ошибки. Нежелательно связывать себя какими-то обязательствами. Очень важно сохранить свободу действий. Рыбы. Вы слишком подозрительны и недоверчивы. Во всем ищите двойное дно и тайный смысл. Это очень утомляет. Даже если ситуация в целом складывается неплохо, вы боитесь расслабиться, ждете подвоха. Нетрудно будет справиться с текущими делами. А вот за какие-то сложные масштабные проекты сейчас лучше не браться. Таким было утро, и вы начинали его с Дмитрием Спиваковым. И Тей с Разумовской. Ну а мы начинали наш день с чашечкой кофе Нес Кафе Гол, чего и вам советуем. Увидимся с вами завтра в 7 утра на телеканале РТР Молдова. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей. Генеральный спонсор передачи Нес Кафе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...